Добрый день, уважаемые слушатели. Я рад приветствовать вас на курсе методологии и инструментарий электронного и дистанционного обучения в ВУЗе. Как видно из названия, курс этот предназначен для преподавателей вузов, для преподавателей университетов. И говорить мы здесь будем о тех методах и о тех технологиях, которые были разработаны на физтехе для обеспечения формата электронного и дистанционного обучения. Хотя должен сказать, что полезен он будет не только преподавателем физтеха, но и преподавателем других вузов, поскольку, во-первых, я говорю достаточно универсальные вещи. Кроме того, те технологии и те методы, которые мы разработали на физтехе, могут быть легко перенесены в стены другого вуза. Мы в этом помогаем. Поэтому вы можете присмотреться к тому, что делается на этом курсе и обратиться к нам. Вот мы поможем. Итак, позвольте мне представиться. Я являюсь выпускником и преподавателем физтеха. Преподаю я 15 лет на кафедре философии. Ну и веду такие предметы, как философия и история науки, философия, история методологии и истинствознания и история философии. Моими подопечными на текущий момент являются уже несколько тысяч студентов и аспирантов МФТИ. То есть я классический университетский преподаватель, с одной стороны. С другой стороны, я являюсь методистом электронного и обучения. Занимаюсь этим делом я уже почти 10 лет. За это время накопил большой опыт и, кроме всего прочего, я являюсь самым разработчиком методов и технологий, о которых как раз и буду говорить на этом курсе. То есть получается, что мой опыт является довольно уникальным сплавом с одной стороны классического университетского преподавания, с другой стороны, методологической и технической работы в области электронного и дистанционного обучения. Это довольно редкое сочетание, потому что обычно эти курсы ведут методологи электронного обучения, которые преподавателями, классическими преподавателями не являются. Что ж, давайте поговорим об этом курсе. Курс этот является введением в технологию электронного обучения, на котором вы сможете познакомиться с полным циклом производства и эксплуатации электронных и дистанционных учебных материалов. Но именно введением, потому что для того, чтобы уже стать полноценным преподавателем, который может работать в области электронного образования, вам уже нужно пройти стажировку в студии самозаписи, вроде той, в которой нахожусь я. И тогда вы сможете использовать все эти технологии в полную мощь. Ну а пока мы просто знакомимся с этими технологиями. О чем мы будем говорить? Курс этот продлится на четыре недели. Соответственно, он делится на четыре модуля. На первом модуле мы будем знакомиться с понятиями электронного обучения. То есть мы будем говорить о том, что это в принципе такое и на что способна эта технология. То есть я без утайки буду говорить о том, что такое качество электронного дистанционного обучения, каковы его недостатки и достоинства. Мы познакомимся с форматом массовых открытых онлайновых курсов, потому что вот сейчас как бы я как раз именно в этом формате с вами и взаимодействую. Мы будем обсуждать, на что в принципе способен формат и каковы его ключевые недостатки, и как можно их исправить, и как можно с учетом этих недостатков этот формат все же использовать. Далее мы будем говорить о инфраструктуре электронного обучения, которое построено в стенах физтеха. То есть конкретно будет сказано о том, что есть, как можно этим всем воспользоваться. Будут продемонстрированы некоторые системы, которые доступны преподавателям в режиме 24 часов в день и 7 дней в неделю. Потом уже на следующем модуле мы перейдем к такой более практической части курса. То есть мы будем говорить о том, как можно вести, собственно, вебинары из дома. То есть вот здесь они названы очно-дистанционные семинары и очно-дистанционные занятия. Поскольку сейчас это достаточно актуальная тема, было бы полезно узнать, как наиболее эффективно обеспечить можно, так сказать, эту форму из дома. Потом мы вновь окунемся в теорию. Вот и будем говорить о педагогическом дизайне. То есть педагогический дизайн и методология разработки электронных учебных материалов. Тема, с моей точки зрения, очень важная и полезная для любого педагога, для любого преподавателя. Но, к сожалению, большая часть преподавателей, так сказать, с темой педагогического дизайна знакомы довольно слабо. Вот мы, собственно, этим займемся. Потом мы перейдем к платформам дистанционного обучения. То есть будем говорить о разных платформах, но преимущественно сосредоточимся на платформе LMS MeepTru, которая используется на ФИСТЕХе. То есть этому, так сказать, сегменту нашего курса будет посвящено несколько занятий. То есть это достаточно важная тема. Под финал курса мы будем говорить о производстве, собственно, роликов, вот вроде этого, учебных роликов, учебного видео. Вот поэтому мы начнем, собственно, эту тему с темы презентации в учебном процессе. То есть преимущественно мы будем говорить о программе Microsoft PowerPoint, хотя этот модуль содержит достаточно большой универсальный кусок, который будет говорить вообще о том, как можно построить, так сказать, более-менее работающую качественную презентацию. То есть оно не зависит от какого-либо определенного софта, оно зависит исключительно как бы от того, как человек способен воспринимать. Ну и наконец-то последняя тема, которой мы будем заниматься, это образовательное видеопоизводство, которое является непосредственным предверием, вот, собственно, той самой стажировки в студиях самозаписи, о которой я говорил. Стажировка, разумеется, в этот курс не входит, потому что курс этот является дистанционной, а стажировка может быть только очной. Но если вас заинтересуют форматы электронного и дистанционного обучения в той степени, что вы захотите этим непосредственно воспользоваться, то вот эти последние части курса являются таким предверием, подготовкой к переходу уже вот как бы вот непосредственной практики. Как мы будем учиться? Учебные материалы этого курса будут представлены преимущественно вот роликами вроде этого, которые будут доступны вам через платформу дистанционного обучения open.edu.ru, которая является платформой массовых открытых онлайновых курсов, то есть таких курсов, которые позволяют обучать большое количество людей, в общем-то, в автоматическом режиме. То есть для формата вводного видеокурса, который можно посмотреть дома, это более-менее приемлемое решение. Ну и, разумеется, для того, чтобы обеспечить повышение квалификации, нам нужно получить обратную связь от вас, то есть в виде аттестации. Аттестация будет проводиться тоже в автоматическом режиме в виде тестов. Итак, вы будете выполнять тестовые задания. На каждом, так сказать, модуле будет там несколько десятков вопросов. Соответственно, по итогам ответов на эти вопросы вы будете набирать баллы. Должен сказать, что этот курс построен таким образом, чтобы вы могли получить достаточное количество баллов для полноценной аттестации, даже не просмотрев все темы. Почему так сделано? Потому что тем тут довольно много, не все они могут в одинаковой степени быть интересными для всех. Например, кто-то, откажется от изучения презентации, скажем, да, или от видеопроизводства. Но другие темы ему интересны. Чтобы не заставлять людей заниматься тем, чем они не хотят, мы решили сделать условия это курсы такими мягкими. Важным моментом еще является и возможность очного взаимодействия с преподавателями, которые будут обеспечены на специальных семинарах, которые будут проводиться в конце каждой учебной недели, кроме первой. На первой неделе материал будет в основном теоретический, конечно, он тоже может вызвать соответствующие вопросы, но эти вопросы носят преимущественно дискуссионный характер, и я не думаю, что для подобного рода ответов на такие вопросы нужно обеспечивать учебный вебинар. То есть вебинар нужен для того, чтобы отвечать на вопросы практически, как сделать то или иное действие, чтобы добиться определенного практического результата. То есть наши вебинары будут посвящены именно этому. Ну и наконец, собственно, последним и совершенно, должен сказать, подчеркнуть необязательным элементом этого курса является очная стажировка. То есть вы получите, собственно, удостоверение о повышении квалификации вне зависимости от того, пойдете вы на очную стажировку или нет. Очная стажировка для людей, которые хотят профессионализироваться дальше в этой области и освоить полный цикл производства электронных учебных материалов. Должен сказать, что этот курс я делаю в одиночку. То есть сам по себе наш техпроцесс рассчитан на то, чтобы для преподавателя даже средней руки, владеющим компьютерными технологиями, это было возможно. То есть вы можете самостоятельно разработать презентацию вроде этой. Вы можете самостоятельно отправиться в студию самозаписи, вроде вот такой, которая здесь изображена. Между прочим, кстати говоря, курс я сейчас снимаю именно в этой студии самозаписи, которая у нас имеется на этой картинке. Вот. Кроме того, вы можете самостоятельно это готовое видео отмонтировать на достаточно несложных видеоредакторах, выложить в систему дистанционного обучения и таким образом провести обучение ваших учеников, таким образом провести обучение ваших студентов, ваших слушателей. То есть все вы можете сделать сами. То есть этот курс, он рассчитан на то, чтобы дать вам в некотором смысле такую, знаете, благую весть. Это возможно. Это возможно в том числе и вам. Вот. То есть вот здесь вот изображена, как бы, собственно, то, как выглядит, собственно, студия самозаписи. Вот здесь представлена ее такая... Вот здесь представлена такая ее, если угодно, такая принципиальная схема. Ну, до этого мы доберемся всему свое время. Ну, а в следующем нашем видео мы будем обсуждать, что такое электронное и дистанционное обучение в целом.